Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горухов. И сегодня наш разговор пойдёт, может быть, не о самой приятной теме, но тем не менее о теме, с которой мы сталкиваемся практически, ну если не ежедневно, то достаточно часто в нашей жизни. Это тема штрафов. Тема штрафов, тема административного наказания. Ну и для того, чтобы поговорить об этом, сегодня к нам в студию пришли очень компетентные, разбирающиеся в этом вопросе люди. Это руководитель Одинцовского районного отдела судебных приставов, старший судебный пристав Одинцовского района Артём Вячеславович Марков. Добрый день. И начальник отдела исполнения административного законодательства Межмуниципального управления МВД России Одинцовская Юлия Юрьевна Познякова. Здравствуйте! Ну что ж, естественно, поскольку Артём Вячеславович в нашем павильоне впервые в нашей студии, а Юлия Юрьевна у нас бывала и бывала неоднократно, естественно, главный наш сегодняшний гость это вы, Артём Вячеславович. Хотелось бы представить вас Одинцовским телезрителям, ну и заодно, чтобы вы в нескольких словах рассказали о отделе, который вы возглавляете, о том, с какими результатами вы закончили прошлый год, как вы сейчас работаете. Спасибо. Ну, в 2017 году нашим отделом было возбуждено порядка 70 тысяч исполнительных производств на общую сумму 7,5 миллиардов рублей. Окончено было 68 тысяч исполнительных производств на 5,5 миллиардов рублей, из которых фактическим исполнением, то есть реально взысканная сумма составила миллиард рублей. Также основное направление деятельности – это такое социальное, как взыскание налогов и сборов. По налогам у нас находилось на исполнении около 2 миллиардов рублей. Взыскали мы за 2015 год путем работы судебных приставов-исполнителей более 500 миллионов. Ну, и принимали такие меры воздействия на должников, как ограничение права выездов. За 2017 год было ограничено около 6 тысяч должников в выезде за пределы Российской Федерации. Около 300 должников были ограничены в пользование специальным правом, таким как транспортное средство. Было составлено более 200 арестов имущества должников и организаций. Занимались розыском должников. Было заведено более 500 разыскных дел. Такое же количество было прекращено. Из них результат составил достаточно серьезный. 400 должников и организаций, имущества мы разыскали. Были, проводились меры по административному воздействию. Было заведено около 400 административных дел. Ну, и такое направление, как уголовные дела. Было возбуждено 9 уголовных дел в отношении должников. Основная масса, конечно, по алиментным обязательствам. Что касается исполнительных производств, с которыми приходится сталкиваться чаще всего, и какие из них вызывают наибольшие сложности вот здесь? Наверное, чаще всего все-таки сталкиваться приходится с исполнительными производствами обзыскания административных штрафов, так как это самое частое нарушение в нашей жизни у граждан. Их количество составляет миллионы на Московскую область. Если говорить в разрезе Одинцовского отдела, за прошлый год только было возбуждено порядка 70 тысяч административных дел. Это только по штрафам ГИБДД. Что касаемо самых сложных, наверное, все-таки это такие социально значимые исполнительные производства, как алименты. Это связаны с воспитанием детей, с порядком общения детей. Они, наверное, сложные и в психологической точке зрения, да? Как раз в психологической. Тут просто идет направленность. Если в любом ином исполнительном производстве наша цель – это исполнение решения суда, всегда прав взыскатель, то здесь стоит учитывать интересы самого ребенка, который стороной как таковой не является, но все действия связаны именно с ним. Это влияет психологически как на ребенка, так и на стороны исполнительного производства, так и на самого пристава. И надо действовать крайне аккуратно. Ну что ж, мне бы хотелось, Юрия Юрьевна, чтобы и вы теперь присоединились к нашему разговору. Вот Артем Вячеславович сказал, что административное, взыскание административных штрафов, в том числе, одно из, ну, вал, можно сказать, да? Это десятки тысяч и до сотен доходят таких производств. Вот вы со своей стороны скажите, пожалуйста, сколько таких вот дел подбрасываете судебным приставам, да, куча, что называется? Ну вот, допустим, за прошлый год в службу судебных приставов нами направлено около четырех тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Что это за постановления? Ну, в основном, это постановления по статьям, которые совершают граждане. Это мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в запрещенных местах, либо появление в состоянии алкогольного опьянения. То есть, это все штрафы, которые, в принципе, не превышают сумму 500 рублей. В то же время были направлены такие постановления, как сейчас у нас по статье 18.15. Это привлечение иностранного гражданина для шлен деятельности без патента. Здесь штрафы минимальные от 400 тысяч рублей. То есть, здесь уже сумма серьезная? Да, сумма серьезная, и только четыре постановления, направленные в службу судебных приставов, дают миллион шестьсот. Вот у меня вопрос такой. Понятно, когда речь идет о крупных суммах взыскания, и сразу взыскивается 400 тысяч, это сразу приличная такая сумма. А когда речь идет о штрафах в 500 рублей, в тысячу рублей, если судебное производство крупное, то накладывается арест, запрещается выезд за рубеж и так далее. А если человек должен 500 рублей, тысячу рублей, является злостным неплательщиком этих средств, и на него ограничительные меры не особо наложишь? Вот как здесь, Артем Вячеславович, что в вашем арсенале есть? Или вы беспомощны перед лицом огромного количества мелких штрафов? Да нет, ограничительные меры, конечно же, и по данным производствам имеются. У нас электронное взаимодействие с большим количеством банков в России, самыми крупными, поэтому все счета сразу пробиваются, накладываются постановления об аресте, потом обращаются взыскания на эти денежные средства. Конечно, у нас отсутствует такой механизм, как арестная работа. У нас законом установлена минимальная сумма 3000 рублей за должности, после которой мы имеем право. Ну, конечно, по 500 рублей мы это не можем сделать. Арест какой вы имеете в виду? Арест имущества. Арест имущества, да? То есть, когда вы можете прийти к человеку, предъявить, как там, исполнительный лист, задушенный документ? Да, вручить постановление о возбуждении исполнительного производства и произвести арест того или иного имущества, которое будет обнаружено. А вот на ваш взгляд, и на ваш, Юлия Юрьевна, тоже, в какой момент наступает психологический барьер? То есть, человек отбрасывает эти квитанции, отбрасывает, не считает нужным. Платить, вот сколько должно набежать, чтобы среднестатистический человек вздрогнул, побежал и заплатил? Это 5000, это 10 тысяч, это вот 3000. Достаточно ли, скажем так, ему, он, может быть, и не знает, что против него возбуждено какое-то исполнительное производство. Достаточно ли ему, скажем так, звоночек такой выдать, что а ведь мы можем уже прийти к тебе с описью твоего имущества? Вот как здесь психологический момент, насколько, вот когда срабатывание-то происходит? Ну, наверное, как такового барьера нету. У каждого свой, да? У каждого свой, тут все зависит от человека. Для некоторых людей 500 рублей задолженность уже существенная. Кошкинская. А для некоторых людей и 100 тысяч за должность висит, ну, и люди не платят. И их это психологически никак не давит. Так, что касаемо по поводу уведомлений и о том, что люди знают или не знают, у нас есть такие функции, как банк данных исполнительных производств, на которые люди могут заходить, проверять себя на наличие исполнительных производств, на наличие задолженностей. Там все задолженности, независимо от штрафа ли это ГАИ или... Абсолютно все исполнительные производства после возбуждения, они попадают в эту базу. И люди могут просматривать там, не только просматривать, они могут там же и в онлайн-режиме оплачивать эти долги. А на ваш взгляд, вот Юлия Юрьевна, ваш контингент, скажем так, насколько он устойчив психологически к штрафам? Ну, допустим, тот контингент, который постоянно совершают, да, это люди, склонные к распить спиртных напитков, тех мы стараемся вести в суд и сразу накладывать арест, не дожидаясь, да, когда у них скопится количество штрафов по 500 рублей, и мы, в принципе, знаем, что заплатить ему нечем, да он и не будет делать, и банковских карт у них, как правило, нет. Да и вы из-за рубеж ему ни к чему, ему и здесь хорошо пьется, да? Да, ему и здесь хорошо, поэтому мы стараемся уже на нашей стадии вести в суд, чтобы наложить арест, и предусмотрено такое наказание, как арест, до 15 суток, то есть они у нас едут в спецприемник, отбывать наказание. А психологический барьер, ну, возможно, с первого списания денежных средств. Где-то, может быть, человек задумается. Вообще, вот несколько слов об этом механизме, да, ну, насколько я понимаю, вот изначально, не знаю, как сейчас, да, изначально вот такое списание заочное происходило с карточек, которые обслуживались сберегательным банком Российской Федерации, да? Сейчас расширяется арсенал вот таких методов, скажем, воздействия тоже. Это же тоже метод воздействия на должника. Ну, видимо, вы имели в виду электронное списание. Конечно, он ежедневно расширяется, уже порядка семи банков, с которыми мы электронно взаимодействуем. Но речь идет о самых крупных, да, наиболее крупных, в первую очередь. Да, наиболее крупные банки, с ними в первую очередь заключается. Но единственное, что поправлю, там не совсем оно было заочным. Каждый должник сперва уведомляется о наличии исполнительного производства. Постановление о возбуждении направляется в адрес, потом накладывается арест на счета, уже исписание происходит за истечением пяти дней для добровольной оплаты. Когда люди, заглядывая, допустим, в почтовый ящик, видят извещение о том, что им пришло заказное письмо, зря они не идут на почту и его не получают. Если гражданину пришло это извещение, значит, он является соответствующим образом уведомленным о том, что в отношении него... То есть, аргумент, что я не получал на руки, не работает, да? Не работает. К тому же, еще после уведомления и неоплаты, срок для добровольной оплаты, пятидневной, в отношении должника, выносится постановление обзыскания исполнительского сбора. И что это значит? Оно составляет 7% от суммы задолженности, но в отношении физических лиц не менее 1000 рублей. То есть, можно с 500-рублевым штрафом заплатить еще и 1000 рублей? Как снежный ком. Так точно. Как снежный ком все накапливается. Теперь бы мне хотелось к такому не совсем тоже приятному, может быть, моменту перейти. И нередко можно сталкиваться с накладками в отношении граждан, ну, по крайней мере, граждане, да, высказывают некие спорные, да, вступают в спор, скажем так, с исполнителями. И говорят о том, что произошла некая ошибка, да, что, например, или штраф уже был оплачен, и сейчас происходит повторное истребование этого штрафа. Или еще какие-то моменты, то есть, гражданин, скажем, не имеет какие-то аргументы, да, для того, чтобы оспорить там существующее решение. Вот здесь вот из-за чего, во-первых, возникают такие накладки, да, я сейчас не беру тех, кто просто обманывает, да, а вот действительно человек, у меня, например, есть знакомый, который действительно жаловался, что он заплатил там, например, штраф 3 года назад, и потом к нему повторно пришло требование там заплатить этот же самый штраф. Ему пришлось взять эти документы, ездить, доказывать, что он действительно тот штраф оплатил. Вот почему возникают такие накладки, если можно, Артем Вячеславович, объясните людям, чтобы они спокойнее относились к таким вопросам. Я так понимаю, это технический момент. Это технический момент, на самом деле, связанный с тем, что оплата штрафа не всегда своевременно подтягивается в базах всевозможных. В связи с этим поступают постановления на исполнение в нашу службу, на основании которых возбуждается исполнительное производство, происходит списание. Второй момент, периодически люди платят не на правильные реквизиты. В связи с этим денежные средства вроде бы были оплачены, но до цели они не дошли. Но тут расстраиваться не стоит, это исправлять не так трудно. В принципе, это занимает достаточно мало времени. Судебными приставами-исполнителями в данном случае готовятся к комплекту документов, и денежные средства возвращаются излишне взысканные. А вот, скажем, в том случае, если были неверно указаны реквизиты, и человек как бы сам получается, или это виноват тот, кто дает ему квитанцию? Ведь, как правило, сейчас же редко кто заполняет квитанции от руки, да? Сейчас обычный человек получает уже на руки готовую квитанцию, и у него максимум там надо сумму вписать и роспись свою поставить, да? То есть, бывают ошибки даже вот на стадии оформления таких квитанций? Бывают. Бывают, допускаются, да. Да, все. Да, Юлия Викторовна. Конечно. У вас тоже такие случаи, да, частенько? Бывают, конечно, да. Для этого я просто разрешить такую ремарочку. Для того, чтобы, может быть, не допускать таких моментов, у нас, в принципе, в кодексе и в административном не закреплено обязанность гражданина приносить квитанции об оплате штрафа. Ну, для того, во-первых, сохраняйте копии, для того, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ну, если не сложно, то на стадии оплаты и еще, когда материал не ушел в службу судебных приставов, не поленитесь, принесите квитанцию. Ее внесут в базу в ручном режиме, прежде чем она в электронном дойдет. Такие вопросы отпадут. Не надо будет платить два-три раза, как вы говорите. Ну, вообще, вот у меня, честно говоря, есть знакомые, люди, которых я очень хорошо знаю, которым хорошо доверяю, которым полностью, скажем так, доверяю. Они сказали, что достаточно зарегистрироваться на сайте государственных услуг, и там также в режиме онлайн будут видны все штрафы. И в электронном виде, со стопроцентной точностью, с использованием карточки банка действующей, расчетной, можно эти штрафы оплачивать. И тут же, через вот этот вот портал государственных услуг происходит информирование соответствующего органа, который этот штраф выставил. То есть, не надо никуда скританция и бежать. Вот можно здесь порекомендовать людям активнее использовать эту возможность? Как вы считаете, Артем Петрович? Да, конечно, несомненно, пользуясь госуслугами, люди не сталкиваются с теми проблемами, которые мы уже озвучивали, это двойные списания по тем или иным штрафам. Ну, у кого нет возможности регистрироваться, есть такие люди на госуслугах, есть, повторюсь, банк данных исполнительных производств, там регистрация не требуется, можно подписываться на наличие исполнительных производств в случае возбуждения, будет приходить уведомление. То есть, не надо даже заходить, будет приходить уведомление? Да, ну, есть одна разница, наш банк исключительно по исполнительным производствам, уже возбужденным, а госуслуги, все штрафы туда попадают, даже те, которые еще находятся в ГИБДД или в МВД. То есть, они еще не поступили к вам на исполнение? Ну, если их вовремя оплатить, они к вам на исполнение не поступят, соответственно. Да, поэтому госуслуги, наверное, все-таки более продуктивная вещь. Ну, вот вопрос, я думаю, непраздный тоже, Артем Человечевич, хотелось бы его задать. Вообще, квалификации кадровый состав сотрудников отдела. Почему я его задаю? Потому что огромный объем работы выполняют люди, которые занимаются исполнением судебных производств, да, и понятно, что, с одной стороны, это должны быть профессионалы, да, понятно, что, с другой стороны, где же их в таком количестве взять? Есть ли вакансии? Кто сейчас работает? Есть ли вакансии? Каковы требования к кандидатам? Что касается кадрового состава, он включает в себя судебных приставов-исполнителей, это те люди, которые непосредственно исполняют решения суда и акты иных органов, это специалисты, которые занимаются предварительной работой регистрации этих исполнительных документов, и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В вакансии на сегодняшний день, конечно же, имеются, текучесть кадров, я думаю, как и в любом государственном органе, как и судебные приставы-исполнители присутствуют. Это просто проблема. Да, проблема. Вот, конечно, основная проблема у нас – это кадровый состав по судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов, но требования все прописаны в федеральном законе, в государственной гражданской службе. В принципе, квалифицированные специалисты есть, они у нас работают. Те люди, которые приходят после обучения, у нас постоянно проходят подготовительные курсы, повышение квалификации, ежемесячное обучение в отделе проводятся с ними для полноты принятия мер по исполнению своих служебных обязанностей. Но мы, как таковых проблем на сегодняшний день, не имеем. – Вопрос еще такой, он вытекает, наверное, из вопроса комплектности кадрового состава. Нередко тоже приходится слышать, что люди говорят о том, что достаточно большие очереди, достаточно много времени приходится проводить, приезжая в отдел судебных приставов. Это вот не связано именно с некомплектом. Это просто, ну, как бы, вот здесь, и что можно посоветовать? Есть ли у вас какие-то секретные там дни, когда народу мало, да, скажем, там, в понедельник утром у нас почти никогда не бывает народу? Можете вы такое сказать? Или у вас всегда постоянно, скажем, аншлаг? – На самом деле, приемные дни у нас всего два в неделю, это вторник и четверг. Аншлаг связан, наверное, с тем, что не все люди приезжают туда по нужде. Многие люди приезжают просто узнать, а в каком состоянии. Эту информацию возможно получать у нас на сайте Федерального института судебных приставов, зарегистрировать личный кабинет, вся информация будет автоматически туда поступать. – То есть не каждый вопрос требует личного визита? – Да, да. А что касаемо очередей тех людей, которые реально нуждаются в том, чтобы приехать на прием к судебному приставу исполнителю, просто тут у каждого свой вопрос. Это индивидуальный подход каждому человеку, и если с одним работой займет пять минут, то с другим, там, изготовление тех или иных документов может занять более длительное время. – Юлия Юрьевна, вот тоже хотелось бы вам такой вопрос задать, да, ваш кадровый состав, насколько у вас, скажем так, эта проблема присутствует или наоборот отсутствует? Ведь тоже в зоне вашей ответственности огромное количество вопросов. – Я не знаю, с чем это связано, но прошлый год мы все работали, из девяти человек нас работало пять человек. На сегодняшний день мы, конечно, подбираем, подобрали два человека, но все равно это очень мало. – Сколько надо вообще времени, чтобы подготовить квалифицированного сотрудника вашего отдела или квалифицированного судебного пристава? – Допустим, квалифицированного нашего сотрудника, я считаю, чтобы полностью подготовить, чтобы было не то, чтобы не стыдно, но я знала, что сотрудник мог самостоятельно принять решение в той или иной ситуации. Я считаю, что год. – А у вас как? – Аналогичная ситуация, потому что вопросы, связанные с исполнением решений судов, возникают ежедневно, всего знать невозможно. Даже у меня, как у начальника, порой возникают вопросы. Но я думаю, в течение года судебный пристав-исполнитель уже тот объем информации получает, который необходим для каждодневной работы, связанной с основными направлениями деятельности. – А потом, вы знаете, наше законодательство, которое постоянно, ежемесячно меняется, что-то новое. – Быть в теме непросто, да, даже профессионалам. – Да, да. – Юлия Юрьевна, если мы все достаточно часто говорим о том, как поступить на работу в органы внутренних дел, в управление, то у меня вопрос такой, Артем Вячеславович. Человек, который решил пойти работать в судебный пристав, ему надо получать какое-то специальное образование, или ему достаточно прийти в отдел, имея определенный какой-то багаж знаний. Насколько это долго, насколько это сложно? – Эти все требования, в принципе, в федеральном законе прописаны. Что касаемо судебных приставов-исполнителей, у нас сейчас несколько облегчили требования. У нас ранее, если судебный пристав-исполнитель мог быть только с юридическим, экономическим образованием, сейчас допускается еще ряд направлений. Что касаемо специалистов, там неполное, там, например, среднее образование допустимо. И сотрудники судебного пристава по обеспечению условного порядка деятельности судов тоже нет требования, это среднее образование. 21 год для мужского пола военный билет. – То есть, служба в армии не обязательно проходить? Военный билет же это не обязательно означает то, что человек прошел службу? – Не обязательно. – Ну и в заключение хотелось бы задать вопрос о взаимодействии. Ведь, в принципе, вы выполняете похожую работу, которая связана с исполнением административного законодательства Российской Федерации, в том числе, во многом. Находите ли вы точки соприкосновения, есть ли какое-то взаимодействие межведомственное, которое и вашу работу облегчает, и, возможно, и жизнь тех людей, на которых наложено, накладываются административные взыскания? – Да, конечно, оно имеется. Мы запланировали в ближайшее время провести совместный рейд по Одинцовскому району, для того, чтобы должники видели, что они являются должниками, что штрафы надо платить своевременно, иначе могут возникнуть проблемы. Поэтому данные рейды, я думаю, что в течение 2018 года будут проходить периодически. – И чтобы все-таки у граждан срабатывал тот тумблер, что пора бы платить долги, будем так говорить. – Ну что ж, желаю вам успехов. Во-первых, очень рад, что удалось вас собрать на одной площадке. Желаю вам успехов в совместной работе, в работе профильной каждого подразделения. Ну и надеюсь, что в первый же рейд, который совместно будет проходить в 2018 году, вы нас позовете, и мы еще раз напомним людям о том, что долги, уж коли они есть, необходимо их платить. Какой бы неприятной обязанностью это не было для гражданина, но это тоже гражданский долг, одна из его разновидностей. – Спасибо большое. – Спасибо огромное. – Спасибо. – Я напоминаю, что вы смотрели передачу «Об этом стоит узнать». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. – Спасибо.